Аварит Москва Это история Александра Владимировича Любимова и его семьи. История их победы. Сейчас ветерану 95 лет, а те далекие годы до сих пор встают в памяти как живые. Как и его боевые товарищи смотрят на противотанкового огнеметчика Любимова. С пожелтевших фотографий. Это было 22 числа, воскресенье. Очень жаркий день. Мы, ребята, с утра ушли, побежали на стадион «Локомотив». И мы должны были там под скамейками везде все прочесть, чтобы бесплатно там сидеть. Вот там на стадионе, когда все прибрали и сошли в помещение этого локомотива, включили радиоприемник. И там в 12 часов мы услышали это объявление. По-моему, матч не состоялся. Нас отправили домой. Давайте заниматься. Мне тогда было 16 лет. Шел 17. Но я уже успел окончить десятилетку. И подал заявление в институт строительный. В нашем семейном клане три семьи. Когда война началась, в ней было 9 мужчин. Один из них пенсионного возраста, непризывного. Из восьми шестеро участники войны, в том числе мой отец. Это непосредственно в действующей армии. А два двоюродных брата работали на оборонном заводе. Причем их эвакуировали из Московской области. И они организовали во время путешествия на Восток производство. Продолжили. Они, как я узнал уже лет 30 спустя, готовили оборудование для подводных лодок. Они очень такие маленькие. Но это требует условий подводной лодки. Так вот, их, как только немцев погнали из-под Москвы, их прямо перецепили по паровоз в другую сторону, повезли обратно в Подмосковье. И они, когда прибыли, им дали срок, там, какой-то две недели или сколько, чтобы начать производство, восстановить. А они через несколько дней сообщили, что производство восстановлено, сделано то-то, то-то, такое-то. Не поверили, потребовали, чтобы они приехали в Москву. А в Москве они привезли в чемоданах эту продукцию готовую. Ну и все рассказали, как они делали. Наградили всех руководителей, рабочих, которые в БАК-теплушках работали. Всех наградили за то, что они так быстро это сделали. Я понял, почему их наградили тогда. Потому что у нас были очень большие потери в Черном море, а потом в Баренцовом. И нужно было срочно, срочно, срочно. Так что два человека не были на фронте, но вся их продукция уже в начале 42-го года ушла на фронт. О себе Александр Владимирович рассказывать не спешит. Ему важно вспомнить своих близких и родных. У меня там лежит фотография мать с отцом и сестрой младшей. Моей матери она 160 сантиметров не дотянула, чупленькая. Во время войны она сдала ведро своей крови. Ведро. 8 литров. Она тоже воевала. А нас давайте рвите на себе теляшки. Вы вот такие хорошие. Сколько ты убил фрицев, сколько не убил. Зачем? Зачем это выпячивать нас от всех? Из шести человек двоюродный брат Петр пропал без вести в 42-м году под Ленинградом. Он участвовал с первого дня, так как находился в действующей армии в Прибалтике. Оттуда перебросили, отступали под Ленинград. Там пропал без вести. Другой двоюродный брат из другой семьи, из Овчинниковых, но не любимых, он погиб в танке. Значит, в июле 41-го он был студентом Московского института стали. При бомбежке его контузило. Ну, пришел в себя быстро в армию. Это 41-го. В июле 42-го уже в танке был ранен, и, значит, танк подбит был. И в июле 43-го под Старой Руссой он уже сгорел. Причем, когда он заезжал домой, они жили в Подмосковье, он матери оставил часы танковые от подбитого танка, первого, которому он погиб. Так вот, в июле 43-го года, именно в это время эти часы у матери остановились. Я на фронт попал не сразу, по двум причинам. Во-первых, мне шел только 17-й год. Еще только в октябре исполнится 17-й, когда фашисты были уже под Москвой. И обложили Ленинград уже, в блокаде Ленинград был. Но после призыва папы осталась работающая моя мама в семье. А нас было пять человек, пятый отец на фронте, рядовым, никаких переводов, ничего не было. Здесь я пошел работать на станкозавод. Но положение становилось тяжелее. Зарплата у мамы, она была, работала медсестрой в больнице Калинина. Зарплата маленькая, поэтому пришлось идти работать на станкозавод. А летом 42-го года, в июле месяце, я, значит, сбежал в военкомат. Думал, что там десятилетка у меня есть, там примут. Я пришел, а там толпы, таких же, как я. И кому учиться, кому что-то и так далее. В общем, кое-как пробился, выгоняли нас. Идите, ты где учишься? Иди учись. Ты где работаешь? Иди на завод. Всех отсылали, всех отсылали. А я говорю, а я закончил. А где у тебя аттестат? Я говорю, в институте. В каком? Ну, в общем, короче говоря, короткий разговор. И меня, значит, они приняли. На завод я не пришел больше, а пошел в армию. Думал, что как и своих ребят-одноклассников, которых я провожал в 41-м, кому на Багричной вокзал, кому на железнодорожную. Думаю, повезут меня также на запад. Нет, наш поезд отправили на восток и выгрузили аж под Ташкентом. Оказывается, нас собрали, имеющих среднее образование, в училище. Дело в том, что уже фашистов Блицкрик кончился к июлю 42-го года. Начались бои под Сталинградом. И нас, имеющих среднее образование, запустили в эти там и танковые, и пулеметные, и артиллерийские. Там много было учились вокруг. Сначала нам объявили 4 месяца, краткосрочные курсы и на фронт. Бои под Сталинградом все труднее, три дня уже немцы вошли. Прошло 4 месяца, и вдруг нам добавляют еще 2. Оказывается, по всем училищам также прибавили. В чем дело? Мы узнали после войны, потому что уже готовилось контрнаступление с окружением немцев. А потом, после этих двух месяцев, опять нам сбрили волосы на голове. Мы знали, что нам еще добавят. Добавили. И, по сути дела, мы проучились больше полутора лет. Полные курсы. Для большинства из нас Великая Отечественная война – это история. И лишь для совсем немногих она осталась далеким и тяжелым воспоминанием. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной остается все меньше и меньше. И наш долг – показать им, что они не забыты, что благодарности нашей за их жертву нет предела. Германия полностью разгромлена!